друзья всем привет сегодня я лечу компании flyer стан и это первый перелет компании после карантина хотелось бы посмотреть что изменилось за это время и как работает первый казахстанский лоукостер не забудьте поддержать видео лайком и желаю вам самых ярких необычных и интересных путешествий бизнес-модель лоукостеров позволяет уменьшить цену на перелет в несколько раз но один из мифов это то что низкая цена означает что вы будете лететь на плохом самолете наоборот обслуживание новых самолетов дешевле поэтому лоукостеры предпочитают именно их на данный момент в парке авиакомпании 6 самолетов airbus a320 это один из самых массовых самолетов гражданской авиации которые очень часто эксплуатируют авиакомпании по всему миру на чем же экономит flyer стан и почему такая низкая цена есть ряд факторов которые влияют на себестоимость билетов и самый главный из них это вывод всех дополнительных услуг таких как багаж питания выбор места в салоне за пределы базовой стоимости билета одно из нововведений перелетов после карантина это социальное дистанцирование пассажирском терминале на кресло установлены вот такие вот ленты чтобы сохранять дистанцию между пассажирами в один метр при перелете будьте готовы мириться с некоторыми неудобствами например идти от трапа к гейту пешком лоукостеры экономят на любых дополнительных затратах и в этом случае также на транспортной логистике билет я покупала с приоритетной посадкой но как мне показалось этот момент еще не до конца отработан компанией так как вся посадка происходила из одной очереди хотя она должна делиться на приоритет и на обычную еще один фактор который влияет на снижение себестоимости билетов это высокая загрузка воздушного судна что значит высокая загрузка судна это значит что ни одно кресло не должно вылезть пустым лайнеры на которых летает флайер стан имеют конфигурацию салона только эконом класса на 180 мест таким образом салоне расстояние между креслами меньше и в него помещается больше пассажиров экипаж который выходит на смены у лоукостеров также минимален в обычных авиакомпаниях на airbus и ставят по 6 бортпроводников в случае флайер стан это 4 но это количество полностью соответствует требованиям безопасности согласно утверждению компании бесплатного питания на борту нет но еду можно взять с собой или заказать на борту из меню есть сэндвичи снэйки и горячие напитки и даже детское питание так как лоукостеры стараются заработать на любых дополнительных услугах даже самая скромная компа состоящая из сэндвича и сока обойдется вам в 1400 тенге все питание и напитки предоставляются в одноразовой посуде а к оплате принимаются как наличные так и карты сэндвичи это наверное самая популярная еда на борту я протестировала сэндвич с моцареллой и могу сказать что несмотря на то что баланс хлеба и сыра не равен а сэндвич был достаточно вкусный этот полет от предкарантинного отличался тем что во время всего полета пассажиров просили не снимать маски еще несколько факторов которые влияют на низкую цену билетов это короткий период времени обслуживания воздушного судна на земле традиционные авиакомпании обслуживают свои борты в течение часа лоукостеры за 30 минут должны развернуть самолет и это снижает расходы на обслуживание в аэропортах салоне нет бизнес-класса а существует единый класс посадочных мест это эконом-класс и это спасает от расходов на тренинги и на сервис потому что бизнес-класс требует очень больших вложений еще один фактор это продажа билетов через интернет на этом компания сокращает расходы на комиссии турагентств также компания не предлагает стыковочных рейсов потому что такие рейсы это дополнительные расходы за перевозку багажа таким образом все эти факторы позволяют компании продавать дешевые билеты при этом не пренебрегая правилами безопасности